Здравствуйте! В эфире тематическая программа «Объективно о спорте». О последних событиях города узнаете далее. Поехали! Смотрите в выпуске. Более 250 спортсменов собрались на состязании в памяти нашего знаменитого земляка-тренера Евгения Васильевича Ковокольникова. В концертно-спортивном комплексе продолжаются хоккейные баталии среди хоккейных школ Урала и Западной Сибири. По Дворце спорта «Дельфин» завершились традиционные зимние соревнования мастеров ракетки и мяча на Уральский Микс 2015. «Я умею плавать» – именно под таким девизом прошли первые в этом году соревнования по плаванию во Дворце спорта «Дельфин». Несмотря на всего лишь конец осени, спортсмены-лыжники уже накатали более 1200 километров на снежных трастах Зеленого мыса. Минувшие выходные там открылся лыжный сезон соревнованиями в памяти заслуженного тренера нашего земляка Евгения Колокольникова. На состязаниях побывал Никита Евсеев. Более 250 лыжников приняли участие в соревнованиях в памяти Евгения Васильевича Колокольникова. Человека, во многом благодаря которому трассы Зеленого мыса стали популярными среди ведущих лыжников и биатлонистов России. На открытии присутствовали первые лица города, ведь этими состязаниями стартовал лыжный соревновательный сезон. Наши спортсмены катались и где-то 1200 километров накатали. Это для ноября месяца очень здорово. И здесь в том числе спортсмены из Белоруссии, из Казахстана и из других регионов России. Поэтому мы сейчас всячески делаем все, чтобы разогреть эту площадку. Мы открываем уже официально в ноябре месяце на призе заслуженного тренера Колокольникова и памяти посвященной. Более 300 спортсменов здесь. И несмотря на то, что с утра было там 23-24, но сейчас солнышко выглянуло полегче. Немножко мы передвинули на 45 минут старта. Я думаю, прекрасно пойдут соревнования. Всем спортсменам успехов и достижения самых высоких результатов. А главное всем здоровья. Евгений Васильевич действительно проделал огромную работу в популяризации лыжного спорта и прославил живописные трассы Зеленого мыса. Его друг и соратник, заслуженный тренер России Валерий Щербаков, высказал идею назвать спортивную базу училища Олимпийского резерва «Зеленый мыс» именем Колокольникова. Евгений Васильевич здесь переложил столько труда, столько усилий. Вы представляете, это даже не сказанных, которые можно сказать. И я, когда прощались с Евгением Васильевичем, вышел с предложением, чтобы вот этот комплекс обозначить, уважаемые, в честь его. То есть стадион, лыжный стадион, биатлонный комплекс обозначить именем Колокольникова Евгения Васильевича. На соревнованиях собралось много друзей, знавших Евгения Колокольникова лично, которые поделились своими воспоминаниями и рассказали, каким человеком он был. Евгений Васильевич Человеков был добрейшей души человек, классный спортсмен, классный тренер, красный и отзывчивый человек, очень щедрый. С каждого чемпионата мира и с каждого, с каждых Олимпийских игр привозил обязательно. Самый лучший подарок – это тебе слава. Так что вспоминаю его всегда. Светлая память этому человеку. Что же касается самих соревнований, то в них приняли участие спортсмены самых разных возрастов со всей Свердловской области. На дистанции 1,6 км победила Мария Городецкая, город Нижний Тагил. Среди девушек-юниоров на дистанции 3,3 км первой стала Марина Сельхметина, 2000 года рождения, из Азбеста. Трассу протяженностью более 6,5 км первым прошел Дмитрий Халматов из Артемовского, а дистанцию в 10 км первым преодолел представитель городского училища Олимпийского резерва Александр Першин. В основной возрастной группе на 10 км, увы, до Новогоральца заняли только вторые и третьи места. Это Михаил Коробов и Анатолий Лисин, соответственно. Такие же места завоевали в старшей возрастной группе Владимир Крылов и Павел Моложников. Стоит сказать, несмотря на совсем не осеннюю погоду, сами соревнования прошли в теплой и дружеской обстановке. Череда поражений наших юных хоккеистов 2004-2005 годов рождения не смогла прерваться в домашней игре против сверстников из Верхней Пышмы. Однако разница забитых и пропущенных шайб уже не выглядит так устрашающей. Подробности далее. Продолжаются игры первенства России по хоккею среди хоккейных школ Урала и Западной Сибири сезона 2014-2015. В гости к юным хоккеистам Кедра 2004-2005 годов рождения приехали сверстники из Верхней Пышмы, игроки команды «Металлург Лидер 2004». Всего в турнире принимает участие 9 команд. Они представляют такие города, как Азбест, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Екатеринбург и Новоуральск. К сожалению, пока наши ребята не могут на равных конкурировать с такими мощными хоккейными школами, как в Екатеринбурге или Тагиле. Но, как говорит тренер наших мальчишек Дмитрий Галиахметов, именно в играх с сильными соперниками нарабатывается опыт и закаляется характер. В отчетном матче Кедр уступил со счетом 2-9. В составе нашей команды отличились Андрей Борисов и Илья Свириденко. Справедливости ради, стоит отметить, что предыдущую игру с этим соперником Кедр проиграл со счетом 21-1. Следующие игры Кедр проведет на выезде, а поддержать наших ребят на домашних играх вы сможете 8 декабря. К нам в гости приедут ребята, представляющие команду «Хризатил» из «Азбеста». Пожелаем нашим юным хоккеистам удачи, побед и достойной игры. Традиционный турнир на «Уральский микс» собрал весьма сильный состав команд, что предопределило напряженную борьбу и потребовало от участников немалых физических затрат. За перипетиями борьбы следил Антон Сапогов. Это региональный турнир, в котором участвовали 17 команд Свердловской области и городов Уральского региона. Разновидность большого тенниса «Микст» предполагает соревнование смешанных дуэтов. В каждой паре выступают мужчина и женщина, без ограничений по возрасту. В полуфинальные встречи пробились две новоуральские пары. Это отец и дочь Соловьевы, а также пара Павликова-Петрусев. Они имели неплохие шансы побороться за победные места в итоговой турнирной таблице. «Людям и всем говорим, чтобы они приходили, все-таки старались, и мы всех поддерживаем, всех никого не пропускаем. И как только появляется желание у людей, мы это дело всегда готовы поддержать. Вот этот турнир тому доказательству, что у нас все идет более-менее в таком правильном направлении. Рекордное количество участников в «Миксте» – это 17 пар из разных городов. Екатеринбург, Заречный, Лесной – наш город, Нижний Тагил. Все приезжают там играть. Очень сильная база у нас, именно «Микстовая». И вот, как сами видите, все проходит на очень приличном уровне, все довольны. Поэтому, в принципе, теннис у нас живет. В упорной борьбе победу на турнире одержала пара из Екатеринбурга – Семен Суслов и Марина Мишалкина. Наши теннисисты вошли в число призеров. Алина и Дмитрий Соловьевы заняли третье место, потеснив на пьедестале почета новоуральскую пару Ирина Павликова и Владимир Петрусев. Во дворце «Спорта Дельфин» прошли соревнования по плаванию в рамках областного дня плавания «Умею плавать-2015», в которых приняли участие более трехсот новоуральцев. В бассейне побывала и наша съемочная группа. Более трехсот любителей плавания собрал под своими сводами дворец «Спорта Дельфин» в рамках областной программы «Я умею плавать-2015». На старт символических дистанций в 25 и 50 метров вышли как молодые спортсмены, только делающие первые шаги в плавании, так и те, кто уже довольно давно не мыслит своей жизни без этого замечательного вида спорта. Тяжело ли было сегодня победить? Ну, мне было очень тяжело, но я постарался и, ну, доволен своим результатом очень сильно. Давно занимаешься? Да. Сколько лет уже? Ну, лет пять, может. Кто тренер? Алена Владимировна. Фамилия как? Притыкина. Сразу хочется сказать о новшествах, которые приятно удивили всех собравшихся в этот день во дворце «Спорта». Новое электронное табло, которое в первый раз было протестировано на этих стартах. Новые тумбочки, из которых стартуют спортсмены. И новые секундомеры, позволяющие отслеживать свои результаты прямо во время тренировок. Сегодня мы проводим так называемый день пловца. День пловца с целью популяризации плавания в Новоуральске. Здесь очень много народу, особенно из детской спортивной школы, ну и спортсмены других организаций. Мы очень довольны. Тем более, что у нас в бассейне появилось табло. Вот, хотелось бы, да, задать вопрос. Появились новые современные стартовые тумбы. Появились секундомеры, так необходимые для работы со спортсменами. И в целом повысилась информативность благодаря табло. Ну, совершенству нет предела. Табло работает. Ну, в будущем можно приглашать спортсменов и команды из других городов и с ними соревноваться. У нас хорошие традиции плавания. В Новоуральске выросли три призера Олимпийских игр, которые завоевали шесть олимпийских медалей. Ни в одном виде спорта в городе такого нет. Да здравствует российское плавание. Мы хотим, чтобы нам помогали, и мы будем развиваться. По числу собравшихся зрителей невольно возникал вопрос, какой же вид спорта является любимым у новоуральцев. И с уверенностью можно констатировать, что плавание точно входит в тройку. Помимо традиционных стартов в своих возрастных группах организаторы решили сделать VIP-заплыв, в котором приняли участие работники городской администрации и муниципальных предприятий, а также семейную эстафету, в которой могли принять участие мама-папа и ребенок не старше 14 лет. В семейных стартах приняли участие восемь команд, а лучшими стала семья Мелковых. Соревнования показали большой интерес к плаванию среди новоуральцев. Надеемся, что на следующих стартах болельщиков будет не меньше. Следите за анонсами в нашей программе. Приходите, и у вас будет все здорово! Давай пять! В зале центрального стадиона состоялись игры в рамках чемпионата города по настольному теннису. Чемпионат носит статус открытого, поэтому для участия в нем съехались спортсмены со всей Свердловской области. Подробности у Антона Сапогова. Уровень соревнований по спортивным меркам считается высоким. Среди участников чемпионата два кандидата в мастера спорта, и большая часть остальных – спортсмены первого разряда. По мере с тасилами приехали поклонники настольного тенниса из Екатеринбурга, Каменско-Уральского, Лесного, Первоуральска, Верхней Салды и еще нескольких городов области и России. Турнир пользуется популярностью и с каждым годом привлекает все больше спортсменов. В этом году очень много женщин приехало, 11 человек. Обычно 4, 5, 6. В этом году 11. Мужчин 24 человека. Турнирная сетка не предусматривала деление участников на слабых и сильных игроков. Так же, как и не было возрастных ограничений. В теннисном поединке каждый спортсмен мог встретиться с каждым. Чтобы дойти до финала чемпионата, необходима невероятная концентрация внимания, высокая скорость реакции и завидная выносливость. Играет, допустим, слабый, сильный может быть. Сильный-сильный в конце начинается. То есть вот такая сетка. Сто у женщин, что у мужчин. А сколько игр должен сыграть каждый спортсмен? Ну, это зависит от того, на какое место он идет. Если, допустим, он идет на первое место и не проигрывает, то у него получает игр 6. А, допустим, кто проигрывает, если на последнее место он, допустим, все проигрывает и идет, там уже в пределах 9-10 игр. По итогам чемпионата в женском турнире победу завоевала Елена Шойжин из Улан-Удэ. В мужской группе с игровым рейтингом свыше 500 наилучшие результаты показал Александр Бушуев из Екатеринбурга. Среди новоуральских теннисистов в число призеров вошел Андрей Шейн. Он занял третье место в рейтинговой группе до 500, что также считается сильным результатом. 26, 27 и 28 ноября в концерт на спортивном комплексе состоится второй этап Кубка России. Открытый Кубок Урала по синхронному катанию на коньках. К нам в гости приедут фигуристки из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов нашей страны. Приглашаем всех желающих посетить эти красочные соревнования. Начало в 14.00, вход свободный. Хочу отметить, что науральская команда «Фрилайн» начнет свое выступление 26 ноября в 15 часов 10 минут. Это все спортивные новости города на сегодня. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин